21 сентября 2022 года, в ходе продолжающегося вторжения России на Украину и вскоре после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, закончившегося деоккупацией всей территории Харьковской области к западу от реки Оскол, президент России Владимир Путин объявил о начале «частицной мобилизации» в России и подписал соответствующий указ номер 647. Далее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о наличии в России огромного мобилизационного резерва и планах мобилизовать 300 тысяч находящихся в запасе резервистов. Мобилизационные мероприятия должны начаться 21 сентября. Объявлением мобилизации Владимир Путин эскалировал военные усилия РФ в войне с Украиной. Несмотря на недавние поражения под Харьковом, в своем обращении президент утверждал, что цели России на Украине не изменились. В ходе телевизионного обращения Путин обвинил США и Европу в ядерном шантаже против РФ и напомнил о наличии собственного оружия. Он подтвердил поддержку назначенных менее чем за сутки до этого референдумов, готовящих почву для объявлений оккупированных украинских территорий частью России, использовав призыв к этим референдумам для обоснования необходимости мобилизации. Президент России ранее избегал объявления мобилизации, но недавние отступления в Харьковской области и призывы поддерживающих войну националистов склонили к объявлению мобилизации. Мобилизация в современной России объявлена впервые в ее истории. Предпосылки. Главред сайта Московского центра Корнеги Александр Баунов отмечал, что предпосылки для мобилизации создал непрофессионализм российского военного руководства, которое полагалось на устаревшие методы ведения войны. Результатом их решений стали большие потери – до 80 тысяч человек, в том числе и 15 тысяч погибших. На середину сентября по оценке властей США – 55 110 человек убитыми, по оценке Генштаба Украины. Озвученные Сергеем Шойгу утром 21 сентября данные о 5937 погибших и возвращении в строй 90% раненых не соответствовали даже открытым данным. Так, журналисты BBC сообщали о по меньшей мере 6476 подтвержденных потерь и подчеркивали, что составленный ими список на 40-60% меньше реального числа захороненных тел. Издание отмечало гибель более тысячи элитных военных профессионалов, включая более 70 военных летчиков, более 370 морпехов, сотни десантников, более 200 бойцов спецназа ГРУ. Почти каждый четвертый из этого числа офицеры компенсировать эти потери не помогли ни набор добровольцев, ни вербовка заключенных в исправительных учреждениях. Из-за потери большого числа отказников, отмечал социолог Николай Митрохин, на фронте сложился острый дефицит пехоты, который позволил Украине провести успешное контрнаступление в Харьковской области. Как отмечала Татьяна Становая, Владимир Путин был настроен против мобилизации, но прибегнул к ней, рассчитывая нарастить численность войск на фронте и предотвратить прорывы на других направлениях. Социолог Григорий Юдин также предположил, что на фоне неудачи на северо-востоке Украины Путин оказался под давлением более радикальной части своего окружения, и эскалация конфликта была необходимой уступкой ближнему кругу. Предыстория. Этот раздел не завершен. Российские власти с начала войны с Украиной 15 раз отвергали возможность мобилизации, следует из подсчетов The Moscow Times. Три опровержения было за неделю до нее. Скрытая мобилизация в России. Доставлять повестки находящимся в запасе и резервистам стали уже в апреле. Повестки, которые поручали раздавать дворникам, были оформлены неправильно, в них не была указана цель вызова. Предположительно, их рассылали, чтобы пригласить мужчин в военкомат для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве. 28 мая вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключался предельный возраст для желающих заключить первый контракт. Начиная с июля 2022 года ряд СМИ сообщили о посещении тюремных колоний Евгением Пригожиным. Согласно им, он начал вербовочный тур с колонии для бывших силовиков, а затем переключился на учреждение строгого режима. Предприниматель предлагал заключенным принять участие в боевых действиях в составе ЧВК в обмен на помилование, снятие судимости, паспорт РФ и денежные выплаты, 100 тысяч в месяц, 5 миллионов, в случае гибели. После визита вербовщиков заключенных двух колоний в Тульской и Ярославской областях лишили предоставляемой сервисом зоны телеком связи с окружающим миром. В сентябре появилось видео, подтверждающее вербовку заключенных лично Пригожиным, снятое в колонии строгого режима номер 6 в Мариэл. Предшествующие законодательные новеллы. Депутаты Госдумы за день до объявления мобилизации голосовали за введение понятий «военное время» и «военное положение». 20 сентября Государственная Дума России единогласно приняла поправки о включении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» и введение нескольких статей. Добровольная сдача в плен «Стакан» 352.1 предполагает до 10 лет лишения свободы, мародерство «Стакан» 356.1 до 15 лет. Наказание за самовольное оставление военной части в период мобилизации и военного положения было увеличено до 10 лет лишения свободы. Была введена уголовная ответственность за неявку «запасника» на военные сборы или дезертирство в период мобилизации. Закон также ввел наказание, часть 2.1 статьи 332 УК, за неисполнение приказа в период мобилизации «военного положения» или «военного времени», а также за отказ участвовать в военных действиях и операциях от двух до трех лет. По словам юриста, который прокомментировал законодательные новеллы для The Insider, одной из задач нового закона стало фактическое закрепощение военнослужащих на фронте и борьба с отказниками. Политолог Екатерина Шульман обратила внимание, что на официальном портале Госдумы законопроект был отмечен как принятый обеими палатами парламента, подписанный президентом и опубликованный. Объявление мобилизации. Подписание указа о мобилизации, его опубликование и вступление в силу. Указ президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года номер 647 об объявлении частицной мобилизации в Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации право.gov.ru 21 сентября 2022 года. Также указ был опубликован на первой полосе номера 213-8861 российской газеты 22 сентября 2022 года. Согласно пункту 10 указа он вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть 21 сентября 2022 года, когда его текст был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Телевизионное обращение Путина. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем телеобращении он заявил, что страна воюет с коллективным Западом, пригрозив применить ядерное оружие. Путин сказал, что призыву подлежат только граждане, которые состоят в запасе прежде всего люди, ранее служившие в армии. Кроме того, президент пообещал, что призванные граждане получат те же условия, что и служащие по контракту. По мнению профессора политологии и национальной безопасности университета Ньюхивена Мэтью Шмидта, речь Путина во многом была направлена на внутреннюю аудиторию с целью вернуть инициативу и укрепить моральный дух россиян. Возможно, что Путин также надеется на рост своей популярности, подобной произошедшему после аннексии России и Крыма в 2014 году. «Меньше чем, больше чем мобилизация – это не военное решение, а способ попытаться контролировать нарратив о войне, которую он Путин понимает, что проигрывает, на фоне плохих новостей о провалах армии РФ на линии фронта», считает Шмидтэ. Также Шмидтэ отмечает «моральный дух общественности – это моральный дух армии». «Меньше чем, больше чем Путин должен сказать, что большая Россия находится под ударом. Ему очень трудно это продать, это подвергает его руководство большому напряжению». Александр Баунов из фонда Карнеги считает, что цель создания образа «Россия под ударом» заключается в том, чтобы в глазах россиян превратить вторжение России в соседнюю страну в оборонительную войну, что «сделает конфликт более легитимным в глазах простых россиян, оставив Кремлю свободу принимать любые решения и принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми». Характер мобилизации. В указе говорится, что мобилизация является частицной, однако в тексте указа не приводятся подробности проводимых мобилизационных мероприятий, не определены подлежащие мобилизации разряды запаса вооруженных сил Российской Федерации и иные критерии, по которым можно было бы отделить частичную мобилизацию от общей. По заявлениям Путина и Шойгу, мобилизуются «служившие в армии, имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт». Согласно Шойгу, мобилизация затронет 1% от общего мобилизационного ресурса, всего будут призваны в армию 300 тысяч человек. Однако все эти ограничения в тексте указа не содержатся. Особенности мобилизации. Указ о частицной мобилизации не говорит, что призыву подлежат только военнослужащие запаса. В указе перечислены основания для увольнения с военной службы, возраст, состояние здоровья, приговор суда о лишении свободы. Отсрочка от призыва предоставляется работникам оборонно-промышленного комплекса. Сенаторы и депутаты Госдумы не подлежат мобилизации. Пункт номер 7 указа закрыт. В версии указа, размещенной на официальном интернет-портале правовой информации, пункт 7 недоступен и помечен как для служебного пользования. Закон о мобилизации ограничивает выезд из страны гражданам, состоящим на воинском учете. В статье 21 федерального закона от 26 февраля 1997 года номер 31 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» говорится. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Лица, подлежащие мобилизации. Согласно телеобращению Путина, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Согласно заявлению Шойгу, планируется мобилизировать 300 тысяч резервистов. Призывники будут отправлены на подготовку или переподготовку, после чего отправятся на Украину для участия в боевых действиях. Заявление Шойгу о призыве 300 тысяч резервистов не коррелируется с другими его заявлениями о незначительных потерях армии РФ. Шойгу говорит о потерях менее 6 тысяч военнослужащих, или около 3% участвующих российских сил. Украина число потерь РФ оценивает в 10 раз больше. Политолог Екатерина Шульман указала, что по тексту указа Путина о мобилизации призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса. Юрист Павел Чиков выразил мнение, что, фактически, Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. Осуществление мобилизации. Военные комиссары некоторых российских регионов запретили лицам, находящимся в запасе, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получивших повесток, выезд за пределы районов, городов, где они постоянно проживают, а тех, кто получил повестку или имеет мобилизационные предписания, обязали явиться в пункты и сроки, указанные в этих документах. Работодателям лиц, получивших повестки или имеющих мобилизационные предписания, приказано произвести с такими лицами полный расчет и обеспечить их явку в пункты и сроки, указанные в этих документах. Военный комиссар из Курской области Владимир Родионов заявил, что «военкомат жалеть никого не будет». Россия. Роскомнадзор потребовал писать о частицной мобилизации, используя информацию исключительно из российских официальных источников и пригрозил СМИ штрафами до 5 миллионов рублей и блокировкой. Фондовый рынок. Российские рынки отреагировали на объявление частицной мобилизации умеренным снижением. В 10 часов 43 минуты по московскому времени индекс масс биржи снизился более чем на 4%, а индекс РТС – на 5%. После открытия биржи курс доллара США к рублю меньше чем за два часа вырос до 62 рублей и 61 копейки плюс 2 рубля и 1 копейка к закрытию торгов 20 сентября. Выезд из России. Жители России скупают билеты в другие страны из-за объявленной мобилизации. Перед телеобращением президента РФ Владимира Путина, были проданы все авиабилеты в Стамбул на 21 сентября, а также почти все билеты в Ереван. На границах России с Грузией, Монголией и Финляндией образовались автомобильные очереди. В Якутии тем, кто в запасе, но не получил повесток, запретили выезжать из своих районов и городов. Такие же запреты выпустили военные комиссары Дагестана, Краснодарского края, Татарстана и Самарской и Курской областей. Помощь призывникам. Различные организации оказывают помощь попавшим или попадающим под мобилизацию. Так, интернет-проект «Ковчег», созданный Антивоенным комитетом России, собрал и опубликовал список организаций, оказывающие консультационную помощь и защищающую права военнослужащих и попавших под мобилизацию. Протесты против мобилизации. Жители России призывают к протестам против мобилизации. Движение «Весна» призвало к всероссийской акции протеста. Акция под названием «Нет магилизации» запланирована на вечер 21 сентября. Акции протеста против мобилизации на войну с Украиной проходят по всей России. Митингующие в Москве скандировали лозунг «Путина в окопы». 48. На 22 часа по московскому времени уже задержано более 1233 человек в 38 городах, 49. Из четырех отделов полиции Москвы поступила информация о том, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. В ОМВД «Соколиная гора» одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком в 10 лет за отказ получать повестку. 130 женщин вышли на митинг против мобилизации в Грозном 21 сентября. Международное сообщество, представители правительств и дипломаты стран Европы, а также США, в своих заявлениях охарактеризовали решение Путина о мобилизации как признак провала России в войне с Украиной и шаг к эскалации конфликта, а также указали на то, что решение свидетельствует о панике российского руководства. Некоторые представители отметили, что их правительство продолжит предоставление военной помощи Украине для защиты от российской агрессии. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютти назвал действия Путина признаком паники, добавив при этом, что угроза ядерным оружием его не взволновала. Это тоже своего рода риторика, которую мы уже не раз слышали. Другие западные политики также выразили пренебрежение угрозами ядерной эскалации. В Германии предложили убежище российским оппозиционерам и воинобизанным, которые не хотят ехать на войну с Украиной. И, напротив, МИД Финляндии заявил, что страна готовится ввести полный запрет на въезд для граждан РФ по шенгенским визам. В Эстонии сообщили, что закроют въезд для всех россиян, участвовавших в войне с Украиной, а в Латвии отказались выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации, из соображений безопасности. Восприятие. Эскалация последовала за широкомасштабным контрнаступлением Украины в Харьковской области в последние недели. Украина отвоевала десятки населенных пунктов, контролировавшихся Россией в течение нескольких месяцев. По информации британской разведки, Путин был вынужден нарушить свою собственную публичную позицию, в которой война в Украине была специальной военной операцией, а не полномасштабным конфликтом. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за публичной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России, заявили в Министерстве обороны Великобритании. Объявление мобилизации было попыткой восстановить инициативу над все более хаотично протекающей войной, подорвавшей лидерство Путина и в РФ, и в международных отношениях, укрепить моральный дух россиян. Возможно, что Путин также надеется на рост своей популярности, подобной произошедшему после аннексии России и Крыма в 2014 году. Глава социологической службы ФБК Анна Бирюкова рассуждает, как могло быть принято решение по непопулярной по их данным идее, был сконструирован опрос и получен подходящий результат. По мнению Института изучения войны, мобилизация вряд ли позволит России значительно увеличить боевую мощь в ближайшие месяцы. Из-за того, что служба по призыву в российской армии длится всего год, и срочники не проходят дополнительных тренировок после окончания службы, у российских солдат-военных, находящихся в запасе, мало боевого опыта. Хотя Шойгу утверждала намерение призвать резервистов с боевым опытом, сейчас такой есть у очень немногих резервистов, помимо тех, что уже сейчас воюют в Украине. Мобилизованных может хватить для компенсации потерь и сохранения человеческих ресурсов на текущем уровне до 2023 года, хотя даже это не факт. Судя по словам Шойгу о том, что мобилизация будет разворачиваться в несколько фаз, быстрого притока солдат на фронт не будет, так что мобилизация не лишит Украину возможности освободить еще больше своих земель до конца зимы. Эксперты отмечают, что Россия страдает из-за нехватки инфраструктуры для подготовки и экипировки мобилизованных, что вызвано большими потерями техники и амуниции на поле боя и упразднением многих структур материально-технического обеспечения и управления, которые когда-то позволяли странам бывшего Советского Союза быстро обучать и вооружать мобилизованных призывников. Washington Post отмечает, что, объявив мобилизацию, Путин сильно рискует, по данным опросов, из-за мобилизации молодые мужчины могут начать выступать против войны.